Духа Из поучений святаго Иоанна Затаустова на книгу Деяния апостольских Деяния апостола в 16 глава с 25 по 32 стих Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога Узники же слушали их Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы Тотчас отворили все двери и у всех узы ослабели Темничный же страж, пробудившись, увидев, что двери темницы отворены Извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь Он потребовал огня, вбежал к темницу и в трепете припал к Павлу и Силе И выведя их вон, сказал, Государь и мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его Будем и мы всегда помнить об этом узнике, а не только о чуде Что в том скажут Елены, что он, будучи узником, вразумил темничного сторожа? Кого скажут и можно было убедить, как ни человека грубого, жалкого, не отличавшегося умом, преисполненного пороков, удобо убеждаемого? К этому прибавляют Вообще, кто веровал, кроме Кожевникова, Порфиропродавщицы, Евнуха, темничного сторожа, рабов и женщин? Но что они скажут, если мы укажем на сановников, на сотника, проконсулы, других с того времени до ныне, даже на властителей царей? Впрочем, скажу нечто другое, больше этого Посмотрим на тех же простых людей Что скажут здесь удивительного? Это и удивительно Если бы кто убедился в предметах обыкновенных, то это было бы нисколько неудивительно Но когда о воскресении, о царстве небесном, о жизни любомудрой говорят людям простым и убеждают их Это гораздо удивительнее, нежели убедить мудрецов Если нет никакой опасности, и кто-либо убеждает, то указывают на неразумие верующих Но когда говорят, например, рабу Если ты поверишь мне, то будешь в опасности Все будут твоими врагами Тебе должно будет умереть и претерпеть множество бед И при всем том уловляют души его То это уже не от безумия Если бы учение христианского служило для удовольствия, то справедливо можно было бы сказать это Если же раб научается тому, что не захотели бы принять философы, то это высшее чудо Представим, если угодно, того кожевника и посмотрим О чем беседовал с ним Петр Или, если хочешь, того самого техничного сторожа О чем говорил ему Павел Говорил о том, что Христос воскрес Что есть воскресение мертвых Что есть Царствие Небесное И скоро убедил этого удобо убеждаемого человека Что же? Не говорил ли ему также о жизни О том, что нужно быть целомудренным Удерживаться от любостяжания Не быть жестоким И уделять другим из своего имущества Убедиться и в этом поистине свойственно не безумной, но великой душе Положим, что они принимали учение более по неразумию Но и усвоить себе жизнь столь любомудрую Может ли это быть от неразумия? Таким образом, чем неразумнее убеждаемый И однако убеждается в том, в чем философы не могли убедить философов Тем большее здесь чудо Особенно, когда убеждаются и женщины, и рабы И делами показывают то, в чем Платоны и все другие философы не могли убедить никого Что я говорю никого, даже и самих себя Платон внушал, что не нужно презирать богатство Внушал тем, что собрал столько имущества Такое множество денег, золотых персней и чаш Что не нужно презирать славу мирской Внушал сам Сократ, хотя и много философствовал об этом Внушал тем, что все делал из тщеславия Если бы вы были знакомы с его учением То я более распространился бы об этом И показал бы, как много в них лицемерия И как у самого Сократа Если верить тому, что говорит ученик его Все учение проникнуто тщеславием Но оставим их и обратим речь к самим себе К вышесказанному можно прибавить и то, что они убеждались в этом среде опасностей И так не будем бесстыдны, но подумаем о той ночи О кандалах, о песнопении И постараемся сами поступать так же Тогда и мы отверзим себе не темницу, а небо Если будем молиться, то можем отверть самое небо Или я и заключал, и отверзал небо молитвую И на небе есть темница Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе Матфея 18 глава 18 стих Будем молиться во время ночи и разрешим эти узы А что молитва разрешает грехи, в этом убеждает нас Довица Лука 18.3 Может убедить друг, который в полность стоял у двери и толкал Лука 11.5 Может убедить Корнилий, которому ангел сказал Молиты твои и милостыни твои пришли на память пред Богом Деяние 10.4 Может убедить Павел, который говорит Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах в день и ночь 1 Тимофею 5.5 Если он говорит это о вдовице, жене слабой, то тем более можно сказать о мужах Я уже говорил вам об этом и теперь скажу Будем вставать во время ночи Если не прочитаешь многих молитв, то прочитай одну с вниманием И этого довольна Ничего более не требую Если не среди ночи, то хотя около утра Покажи, что ночь не для одного тела, но и для души Не пропускай проходить ей в бездействии, но воздай это воздаяние Господу Или лучше, оно опять же к тебе возвратится Скажи мне, когда мы впадаем в затруднительное положение То кого тогда не просим? Если скоро получаем просимое, то чувствуем облегчение Где ты найдешь, чтобы тот, кого ты просишь, готов был благодарить тебя за то, что ты просишь? Где ты найдешь, чтобы не нужно было ходить и искать, кого бы попросить Но иметь его всегда в готовности Или не нуждаться в других, чтобы просить через них Что может быть больше этого? Он тогда особенно исполняет наши просьбы Когда мы не прибегаем к другим, подобно тому, как искренний друг Тогда особенно упрекает нас недоверчивости к его дружбе Когда просим его через других Так поступаем и мы с просящими нас Тогда особенно бываем к ним благосклонны Когда они сами обращаются к нам, а не через других Но что скажешь, если я оскорбил его? Перестань оскорблять Со слезами приступи к нему И он скоро помилует тебя за прежние дела Скажи только, что оскорбил его Скажи от души и из глубины сердца И во всем получишь прощение Не столько же желаешь, чтобы прощены были тебе грехи Сколько он желает простить грехи твои А что ты мало желаешь этого, пойми из того Что ты не хочешь ни бодрствовать Ни уделять из имущества своего А он, чтобы оставить нам грехи наши Не пощадил единородного, истинного и сопрестольного сына своего Видишь ли, что он гораздо более желает простить грехи твои Не будем же нерадивы и не станем откладывать это дело Он человеколюбив и благ Подадим его только повод И даже этого он требует только для того Чтобы мы не оставались непотребными А иначе он помиловал бы нас и без этого Подобно тому, как мы для блага рабов своих Изобретаем и употребляем тысячи средств Так и он печется о нашем спасении Предстанем лицу его со словословием Салом 94.2 Ибо он благ и милосерд Если ты не будешь призывать его воистине И не станешь взывать от сердца Прости мне, а одними только устами Что он сделает? Что же значит призывать воистине? С добрым расположением С усердием от чистого сердца Подобно тому, как о мире говорят, что оно истинное Когда к нему ничего не примешано Точно и здесь Истина призывающего И истина просящего просит непрестанно И не отходит до толи, пока не получит А кто делает это лицемерно и желает только исполнить закон Тот не призывает его воистине Всякий, кто бы то ни был, не говори только, я грешник Но и старайся избавить себя от этой славы Не говори только, но и сокрушайся Если ты сокрушаешься, то прилагаешь старания Если не стараешься, то и не сокрушаешься Если же не сокрушаешься, то издеваешься Кто, сознавая, что он болен, не делает всего к тому, чтобы избавиться от болезни Молитва великое оружие Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим То тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящим у Него Лука 11.13 Почему же ты не хочешь прибегнуть Нему? Он любит тебя Может сделать больше всех и желает, и может Что же тебе препятствует? Ничто Итак, будем приступать к Нему с верою Приступать, принося угодные ему дары Непамятозлобие, снисходительность, кротость Хотя бы ты был грешник, с дерзновением проси у Него прощения грехов Если можешь представить, с своей стороны это доброе дело И хотя бы ты был праведник Но если не имеешь непамятозлобие, то не получишь никакой бользы Человек, простивший своему ближнему, не может не получить совершенного прощения от Бога Потому что Бог несравненный человеколюбивее нас Это известно каждому Что же ты говоришь? Если можешь сказать пред Богом Я был обижен, но обуздал гнев, преодолел бурный порыв его по заповеди твоей То не простит ли и он тебе? Без сомнения простит Очистим же душу свою от памятозлобия Этого довольно будет, чтобы и нам быть услышанными Будем молиться со вниманием и великим усердием Чтобы нам, удостоившись великого человеколюбия его Сподобиться обетованных благ Благодатью и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа С которым отцу со святым духом Слава держа во честь Ныне и пресно и во веки веков Аминь 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 Аминь